Владимира Путина, его идея снабдить все избирательные участки веб-камерами будет стоить бюджету 20 миллиардов рублей. Но едва система заработает, Рунет может просто рухнуть. Сегодня впервые собрался специальный совет, чтобы обсудить, как реализовать идею премьера. В него вошли самые разные эксперты, от деятелей интернет-рынка до депутатов Госдумы. По плану, уже к 26 декабря нужно придумать схему внедрения веб-камер, а с 15 января начать установку оборудования. Один из участников встречи, депутат Единоросс Роберт Шлегель, привел цифру для обеспечения трансляции с такого количества камер, а всего в России 90 с лишним тысяч избирательных участков, потребуется число серверов, сравнимое со всеми серверами Google. И, по его словам, это может просто отрубить интернет на всей территории России. Вот еще одна проблема противодействия хакерам. Они уже заявили о себе минувшей ночью. Был атакован сайт веб-выбор 2012.ru, созданный для общественного обсуждения установки веб-камер на избирательных участках. Если же говорить о затратах, то лишь по примерным подсчетам эти цифры привел замминистра связи Илья Массуха. На весь проект придется потратить 20 миллиардов рублей. Обсудим тему с гостями в студии. Илья Пономарев, депутат Госдумы. Сергей Кравцов у нас за столом. Генеральный директор русских интернет-решений. И Павел Пугачев, замдиректора департамента госполитики в области IT и координации информатизации в Минкомсвязи. Очень сложные названия у вас. Можно, короче. Постараемся. Давайте с вас и начнем. Скажите, уже все вы приняли к реализации эту идею? Ну, мы приняли к реализации эту задачу, потому что задача озвучена, задача эта поставлена, и нами она принята к реализации. Но сейчас как раз идет тот период, когда мы прорабатываем и выносим с привлечением большого круга общественности на обсуждение этот проект. А вообще подобный опыт в мировой истории был когда-нибудь? В том-то и дело, что на сегодняшний день таких аналогов в мире просто не существует. Не по количеству точек, откуда ведется вещание одновременно в онлайне. Не по масштабам страны, которая у нас уникальна. Поэтому даже элементарно покупка в такие сроки реализации такого проекта, покупка оборудования для реализации этого проекта – это проблема. Потому что в мире одновременно в такие сроки заказать партию оборудования просто невозможно. Поэтому мы сейчас, в том числе и в Министерство иностранных дел, обратились, чтобы были запросы в различные страны для того, чтобы понять, где вообще можно это оборудование... Можно в Куздеп обратиться, правильно? Там камеры, наверное, лучше работают. В связи с этим вопрос Сергею. Скажите, ведь одна из проблем, например, когда оборудуют подъезды, дворы камерами, для того, чтобы полиция затем при совершении преступления видела и могла таким образом найти преступника, то, что ничего не понятно, ничего не видно, не видно ни лиц, ни того, что происходит. Камеры плохого качества, изображение плохого качества. В общем-то, в данном случае может быть то же самое. Установят камеру, да, и не будет понятно вообще, что происходит на участке. Когда... Еще и звук. Да, еще и может быть... Вы знаете, на самом деле, основная проблема заключается в том, что вот у этого решения существует огромное количество проблем. Сама большая проблема у этого решения заключается в том, что оно было исключительно эмоционально, и, к сожалению, и на сегодняшний день Министерство связи пошло очень рьяно и быстро пытаться этот проект реализовывать. Учитывая то, что, например, наша компания занимается и владеет одним из крупнейших мессенджеров России и обладает технологиями, которые позволяют такие сервисы организовывать, мы с улыбкой смотрим на, так сказать, то, что пытаются сегодня в России развернуть. И, скажу честно, мне очень доставляет огромную радость жить в столь инновационном государстве, который за два месяца хочет реально построить одну из самых крутейших систем видеоконференцсвязи вообще в мире. Это невозможно? Ну, по нашим оценкам, это избыточно дорого. Но можно сделать. Ну, вы понимаете, вопрос, если вопрос ставить, цена не имеет значения, сделать можно всё. Давайте так поставим вопрос. Цена не имеет значения. Ну, в принципе, за безумные деньги можно сделать всё. Нанять все российские компании, которые занимаются реально системами интернет-коммуникации, они все в течение двух месяцев, вся Россия будет это строить. Хорошо. Вы, допустим, оборудуете все вот эти 94 тысячи избирательных участков камерами. Они будут функционировать. Но, правда, есть же возможность того, что весь интернет в это время рухнет. Понимаете, проблема заключается в том, что мы пытаемся в нашем государстве очень какими-то резкими скачками развиваться. То есть я, если бы пытались, скажем так, вот такую вещь построить на территории Соединённых Штатов Америки, где достаточно готова инфраструктура самой сети интернет, огромное количество магистральных линий, я бы в это поверил. В России сегодня ситуация такова, что у нас существуют города-миллионники, между которыми протянуты такие ниточки интернет-соединений. А всё, что вот три километра от любого миллионника, интернета нет. И основной вопрос, на самом деле, первый, который возникает, каким образом государство хочет это решать. Понятно, что сегодня существуют такие компании, как Ростелеком, Транстелеком, которые с удовольствием, назовем так, освоят эти бюджеты с удовольствием, потому что придётся копать каналы, прокладывать оптику. То есть с точки зрения зарабатывания денег для этих компаний, это фантастический проект. Вторая вещь и сложность, это как правильно заметил мой коллега, это само оборудование, которое должно стоять непосредственно на тех точках, на избирательных участках. Я сегодня не поленился, позвонил своим коллегам в страны Азии на ряд заводов, которые занимаются камерами. Они абсолютно точно сказали, во-первых, у них в январе китайский Новый год. Они не работают, это огромная проблема. А потом у них просто не существует такого запаса физических устройств, которые они могут нам продать. И третья вещь, всё это нужно растаможить, всё это нужно доставить, и необходимо иметь достаточно высококвалифицированный штат людей, который сможет это как минимум поставить, настроить, и самое главное, не украсть и использовать. И на все эти вопросы пока, к сожалению, мы не видим ответа. Давайте представим, что тайный завод уже выпустил все эти камеры, их забросили с помощью самолетов на территорию без растаможки, выросли из-под земли специалисты, всё поставили. Вопрос Илье. Скажите, а это возможно всё равно после всего этого проконтролировать фальсификации? И какие изменения в законодательстве должны быть проведены ещё? Нет, конечно, всё это... Я хочу сначала два слова сказать относительно техники, да? Никаких вот тех проблем, о которых мы сейчас говорим, для реализации этой идеи нет. Я могу сказать, что я постоянно занимаюсь организацией онлайн-трансляции, и я просто готов там поклясться на Библии, да? Что если есть канал, обычный Эдж-канал сотовой связи, то этого достаточно для того, чтобы в интернет выводить живую картинку через любой из стандартных серверов, типа вот Бамбузера, там Юстрима, или любого другого подобного же существующего, который не надо заново создавать серверы. С территории Российской Федерации одновременно ведётся большее количество трансляций, чем 90 тысяч, которые необходимо сделать. Да и надо сделать-то не 90 тысяч, достаточно вполне сделать порядка 60 тысяч участков, потому что это уже порядка 80% населения. Поэтому технической проблемы не существует. Какая существует? Не надо закупать камеры, достаточно поставить смартфоны. Смартфонов в таком количестве есть, опечатал, поставил на каждый участок по стандартной инструкции, и вся эта система заработала. Хорошо, временные пояса. Важно, и временные пояса, и вопрос решается очень легко. Процедура подсчёта голосов не должна выводиться в сеть до момента завершения голосования на последнем участке в Калининграде. После этого она выходит в сеть, и можно это смотреть. Это всё делается очень легко. Значит, вопрос самый главный, действительно, методологический. Относительно, какие нарушения можно поймать, и как можно потом эти пойманные нарушения использовать в судах. Значит, качество видеокартинки, которое даёт стандартный смартфон, достаточен для того, чтобы с этим потом дальше идти в суд. С этим проблемы нет. Другое дело, что существует правоприменительная практика в Российской Федерации, когда даже наблюдатели, когда они с видеокамеры снимают на участках, очевидные совершенно вбросы, потом это не принимается в качестве доказательства. Вот это необходимо подобные поправки внести в УПК. И упоминавшийся вами сегодня депутат Шлегель вместе с Аленой Николаевой со мной в прямом эфире вчера согласились о том, что эти поправки нужно внести, мы их вместе обязательно внесём. Поправки в действующее законодательство по выборам вносить и не надо, и невозможно это сделать, потому что выборы уже объявлены. И, соответственно, любые поправки, они начнут действовать только со следующего голосования, а не с этого. Хорошо, но вот подвозят на автобусе голосовать организованно людей. Как камера будет фиксировать такие вещи? Это невозможно поймать камерой. Более того, с точки зрения непосредственного процедуры голосования, там нету нарушения, потому что человек добровольно в кабинке ставит галочку за ту партию, которую ему сказали. Это незаконная агитация, но это не нарушение процедуры голосования. Потом автобусы идут на другой участок. Когда на другой участок и так далее, это уже является нарушением, которое ловится по книге избирателей. Поэтому мы говорим про то, что именно связь абсолютно правильно. Причём? Должно быть три камеры. Одна камера публичная, которая стоит передурной, она ловит вбросы, то есть потому что можно сопоставить, сколько людей проголосовало и сколько бюллетеней найдено. Две других камеры должны быть над столами людей, которые занимаются выдачей бюллетеней, потому что тогда видно, кому они выдают бюллетени. Совпадает ли это с тем, что написано в паспорте или нет, потому что именно здесь происходит голосование. А то, что происходит после закрытия участка? А дальше вот та самая камера, которая мониторила урну, разворачивается на стол для подсчёта голосов, и в ней снимается и звук, в том числе, когда председатель участковой избирательной комиссии считает голоса, она всегда называет это по закону, положено называть этот голос за Единую Россию, это за Справедливую, это за Путин, это за Миронова, это за Зюганова. Она это называет, поэтому опять-таки на этом считаются голоса. После этого она называет цифры итогового протокола, она опять-таки называет слух, это положено, она и сейчас это делает, она это говорит для наблюдателей, то есть камера выступает как ещё один наблюдатель. Как гарант. Да, и после этого, следственно, опять-таки на камере будут точные цифры правильного протокола, и потом этот протокол нельзя будет переправить, потому что это будет озвучено в прямом эфире. То есть вы считаете, это удачная идея, не эмоциональная, и всё это, вы считаете, будет реализовано? Я вообще абсолютно уверен, что те протесты, которые сейчас были на Болотной площади, они услышаны. И что Владимир Владимирович Путин будет пытаться переизбраться не методом массовой фальсификации, а методами чисто политтехнологическими. Я думаю, что он пойдёт на второй тур, я думаю, что он будет пытаться вытащить того кандидата, который бы был самым слабым с ним с точки зрения конкуренции во втором туре, которого он будет победить, а уровень фальсификации будет снижен. Именно поэтому он и предложил такой вариант для того, чтобы своими выборами легитимировать выборы в Государственную Думу. И сказать, вот видите, сейчас не нашли никаких серьёзных нарушений, и тогда их не было. А как вы считаете, вот Павел, если бы не было, сейчас я правильно сформулирую, возможных всех этих массовых нарушений на территории всей страны, сейчас этот разговор вообще имел бы место быть, вот то, что мы обсуждаем? Ну, возможно, то, что общественное обсуждение приняло такой оборот, наверное, и сподвигло к такому решению для повышения открытости. Потому что надо чётко для себя понимать, что видеотрансляция с участков 100% гарантировать ничего не может. Мы вот обсуждали с коллегами в ходе экспертного совета, что должен быть целый комплекс мер. И на следующих этапах уже есть дополнительные предложения, которые могут позволить оптимизировать, улучшить как саму процедуру, так и средства контроля за процедуру избирания. Это первый шаг, и этот первый шаг, он очень важный, потому что он показывает, что действительно скрывать нечего. Вот, пожалуйста, есть камера, которая смотрит на стол для голосования, на урну для голосования, на стол, где считаются голоса, и это всё в онлайне. По поводу звука, действительно, изначально мы этот вопрос не поднимали, но основной вопрос, который сейчас есть, действительно, писать ли звук. Принято уже решение, что, скорее всего, писать звук необходимо. Здесь, единственное, возникает проблема качества звука, да, потому что если картинка, она всё-таки снимается, то требования к микрофону, к удалённости, потому что если камера, может, ещё удалена, то микрофон должен где-то рядом. То есть технических проблем я бы не был столь оптимистичен, что проблем не существует, и реализовать очень просто. Они существуют, но они решают. Сергей, коротко ответьте, потому что всё-таки Илья сказал, что... Вы знаете, это, скажем так, для меня это некий космос, а ещё раз, я смотрю на, скажем так, вот на эти вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения технологий. И если говорить профессиональным языком, то существует такое понятие, которое называется quality of service, COOS так называемый. И в данном случае предлагаю различные смартфоны, я не знаю, всё что угодно, любые пикки, в которых и встроена видеокамера, безусловно, это какая-то, может быть, некая профанация того, что это будет работать, каким-то образом снимать, но это не обеспечивает действительно должный quality of service для того, чтобы реально можно было оценить то или другое нарушение. А потом, на самом деле, существует европейский опыт, если мы уже говорим от техники, уходим к политике, существуют достаточно простые способы, более дешёвые, это называется прозрачные урны, которые, безусловно, не стоят 15 миллиардов долларов, как сейчас озвучили, уже оказывается 20. То есть гораздо можно более дешёвыми средствами решить проблемы возможных фальсификаций. Миллиардов рублей. А, извините. Да, и вот эта цифра 20, пока вообще цифра, она считается, потому что те цифры, которые назывались, это порядка 15 миллиардов, это ориентировочные прикидки, которые были сделаны достаточно в короткий срок. Но Сухай вообще слышал цифру 10, да? То есть и то она, мне кажется. Но мы-то знаем, что по мере реализации любого проекта только увеличивается цифра. Знаете, в России существует достаточно, я регулярно читаю, новости в различных СМИ деловых, и мне в последнее время, у нас даже Министерство обороны очень активно закупает бадминтонные ракетки, поэтому я не удивлюсь, что будут закупены самые дорогие камеры. Поэтому для России это несколько специфичный, скажем так, традиционный. Я бы хотел подчеркнуть, что нам нужно в данном случае не качество трансляции, нам нужно качество записи, потому что именно запись будет доказательством судья. А трансляция может быть любой малокачественной картинки, которая даёт общее представление о том, что происходит. Вопрос заключается в том, секундочку, дополню, если действительно посчитать количество тех камер, которые будут стоять в избирательных участках, то путём, так сказать, использования элементарного устройства как калькулятор мы получим, что будет записано около порядка 4,5 миллионов часов, которые придётся потом проанализировать и каким-то образом промодерировать. Кто этим будет заниматься? Будем ещё не раз мы возвращаться к этой теме, только начали обсуждение. Спасибо. У нас в студии были Илья Пономарёв, депутат Госдумы Сергей Кравцов, генеральный директор русских интернет-решений, Павел Пугачёв, замдиректора департамента госполитики в области IT и координации информатизации Минкомсвязи. Прервёмся на короткую рекламу. Не переключайтесь.